Всем привет, друзья. Приближается 9 мая. Это день, который важен для каждого человека, но для одного он важен особенно, я бы даже сказал патологически. И этот человек, как вы, наверное, догадываетесь, президент России Владимир Путин, узурпировавший не только власть, но и подмявший под себя и свою партию этот светлый праздник. Парады, посвященные победе, проходили в советское время нечасто, даже, правильнее будет сказать, крайне редко. Был, собственно говоря, сам парад победы в 45-м, следующий спустя лишь 20 лет в 65-м, потом в 85-м и, наконец, в 90-м. С 95-го парады стали регулярными, а в 2000-м президентом стал Путин. На своем канале я уже рассказывал вам историю бессмертного полка. Если вкратце, то изначально его придумали три моих коллеги-журналиста из моего родного города Томска. Ими были Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев. Впервые акция состоялась в 2012 году, как раз в Томске, и только в нем. А уже на следующий год она прошла в 120 городах страны. В каждом из этих городов был координатор из народа. Однако Путин и Единая Россия не были бы Путиным и Единой Россией, если бы не обратили внимание на эту инициативу. Уже через несколько лет бессмертный полк проходил в десятках городов России. Акцию заметили в Москве, и у нее тут же появились кураторы от власти. Началось все с того, что Едино Росс Николай Земцов организовал структуру под названием Бессмертный полк Москва. На его основе в дальнейшем будет основано движение Бессмертный полк России. Так акция была подмята под себя партией. В 2015 году в шествии впервые принял участие Путин. С тех пор изначально добрая затея стала превращаться в пропагандистскую скрепу, на которой стоит российское государство. Такова краткая история Бессмертного полка. За год до начала этих метаморфоз один из создателей движения Сергей Лапенков заявил о том, что Бессмертный полк будет уничтожен тогда, когда превратится в парады на Красной площади перед высшим руководством. Многие солдаты, я просто знаю, разговаривал с людьми, они очень ценили тишину, потому что когда тихо, вроде бы и спокойно. Я бы хотел, чтобы 9 мая все-таки был праздником таким негромким, потому что личная память – это такое очень индивидуальное состояние человека, когда ему не нужны трибуны, ему не нужны, по большому счету, колонны. Ему нужно некое сосредоточение на главных смыслах, которые существуют в том числе и в истории этих людей, которые заблуждены на фотографии. Потому что за этим стоит время, время страшное. Они это время пережили, и тем, что они, многие просто остались там навсегда в этом времени и не стали не старше, ну, слава богу, что у многих были дети, они дали нам возможность вот сегодня как бы жить на свете. Но мир – очень хрупкая штука, и если к нему относиться небрежно, если вот эту вот тихую радость человеческой жизни приносить в угоду какой-нибудь большой геополитике, понимаете, какой-нибудь размаху невероятных мечтаний чужих, причем, как правило, потому что человеку вот обыкновенно, в хорошем смысле этого слова, надо немного, надо, чтобы у него были дети, дом хорошая, работа. И для всего этого нужен мир, а не война, потому что война все это ломает. Война все это сводит на нет. Я прекрасно помню, как проходили первые шествия бессмертного полка. Я ведь реально был очевидцем первых еще не запятанных единороссами парадов. Не было никакой партийной символики, не было никаких лозунгов. Люди просто шли в большой колонне к лагерному саду с портретами предков и цветами. А потом спускались к реке. Ну и, как правило, немного выпивали. Это не было бравадой, это не было «можем повторить». И уж тем более, никто не мог даже в кошмарном сне себе представить, что все это превратится в парад с АЗС Вастикой, а наравне с портретами предков на древках будут призывать вешать сегодняшних убийц и мародеров. Я бы хотел, чтобы день 9 мая, день Победы, доставшийся такой дорогой ценой, был таким личным праздником человека, живущего в мире, который бы понимал, что этим он обязан, вот этим людям, но его ответственность перед ними, чтобы войны больше не было. Сама идея бессмертного полка извращена и опошлена. Праздник из тихого и семейного превратился в нечто совершенно иное. Вместо Дня памяти, каким 9 мая был в то время, когда я жил в Томске, это стал победобесный день. Я не могу сказать, что там, в Сибири, на моей малой родине, это сильно ощущалось в 2016 году, в год, когда я переезжал в Украину. Для многих этот день и тогда оставался, и наверняка остается до сих пор, таким же, как раньше. Но общий посыл и общий антураж праздника в рамках страны, несомненно, поменялись. Мне бы очень не хотелось, чтобы колонны бессмертного полка через некоторое время выглядели действительно колоннами, потому что мы в это понятие вкладываем такой условный смысл. Есть маленькие деревни, где люди просто приходят на кладбище поставить, вот знаете, рюмочку на могилу солдат. Приходят с фотографиями, тоже бессмертный полк. И мне может быть такой бессмертный полк ближе, чем какие-нибудь марши по Красной площади, о чем я знаю, некоторые люди грезят. Я вообще не очень люблю марши. И вот если это станет настоящими колоннами, отстроенными, чеканищими шаг, в одной руке будет штендер с портретом солдата, а в другой будет что-нибудь еще, а на трибуне будет стоять человек, мимо которого будут идти эти колонны туда, куда он укажет, то это, конечно, будет катастрофой. Я скажу об этом честно, я этого боюсь. Потому что мы в истории и нашей страны, не будем ходить далеко, переживали такие моменты. Тотальные моменты тотального, тотального, к сожалению, тотальной глупости народа, за которую тот же народ затем платит колоссальную цену. За то, чтобы немного придя в себя, оглядевшись вокруг, понять, что же происходит с ним, что же он натворит. То, чего так боялся Сергей Лопенков, произошло, причем произошло удивительно быстро. И, честно говоря, я с ужасом жду 9 мая, потому что понимаю, какой стыд за мою родину будет меня сопровождать весь этот день. Для меня, лично, это все тоже праздник, что и раньше. Но уже не для миллионов других людей. Незадолго до записи этого ролика, около недели назад, может быть чуть больше, все трое организаторов Бессмертного полка и Сергей Лопенков, и Сергей Колотовкин, и Игорь Дмитриев опубликовали открытое обращение. В нем говорится, что Бессмертный полк является свободным и добровольным проявлением семейной памяти. Что это история, соединяющая народы. Что это не политическая гражданская инициатива, которой чужда любая идеология. Все, что противоречит принципам, закрепленным в уставе полка, не является в нашем понимании той гражданской инициативой, к созданию которой мы имеем прямое отношение. К сожалению, мы видим множество меняющих первоначальный смысл Бессмертного полка, явлений и событий. Разумеется, каждый человек волен решать самостоятельно, кого и как именно он вспоминает 9 мая. Но мы не считаем более возможным связывать себя с происходящим в колоннах на улице. Конец цитаты. Вот такая вот история Бессмертного полка. В этом году будет ровно 10 лет, как он шагает по улицам России. Но как же много всего за эти 10 лет изменилось и на этих самых улицах, и в головах людей. Если даже сами организаторы этого движения отказались от своего детища, наверное, это очередной повод задуматься над тем, куда и к чему все пришло. Поддержите это видео лайком и комментарием, поделитесь им в своих социальных сетях. Спасибо за просмотр и до связи. Но в силу того, что нам дано, мы стараемся успеть так много, как мы можем. Ну а дальше? А дальше будет история, которая в конечном счете произойдет с нами со всеми, и мы поймем через некоторое время, в каком мире мы живем. Субтитры создавал DimaTorzok